Так, все пока понятно? Складывается, да? Где мы на каком остановились? А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. По пришествию же веры мы не под руководством детоводителя. Опять, понятие детоводителя – это временное понятие. Детоводитель не всегда находится с ребенком. Он находится до определенного момента. И он говорит, что когда этот момент наступил, роль детоводителя закончилась. Странно, да? А какая роль была детоводителя? Еще раз. Детоводитель. Кто такой детоводитель? Воспитатель. Спасибо. Воспитатель. Какова роль была этого воспитателя? Ого. Отлично. Это водитель – это слух. Ага. К чему он должен готовить человека был? Открытие вверх. К чему? Как надлежало открытие вверх. Это в момент, когда это надлежало произойти. Но к чему готовил детоводитель? Расслабьтесь, оторвитесь немножко от писания. Оторвитесь немножко от писания. К пониманию культуры того времени. Водил детей. Водил детей. Отлично. Зачем он их водил? В школу. Отлично. Еще какие. Послушайте еще раз. Был служащий, раб, который был представлен кому? К ребенку. Отлично. Дальше же мы будем читать. И скажу наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотим господин и всего. И подчинен попечителям и добровоправителям до срока отцом назначенного. Еще раз. Он проводит простые параллели. Он проводит простые параллели. Еще раз, только медленно. Я вас сейчас просил проводить какие-то параллели. Чего же мы так странно устроили? Когда я прошу вас говорить, вы молчите. Когда я хочу, чтобы я говорил, вы говорите. Когда как-то странно мы устроили. Мы в противофазе пятый день. Итак, еще раз, только медленно. Новый Завет был? Уже тогда был. Ну, когда писалось послание Галатам, уже Новый Завет существовал. Но книга Нового Завета была? Не было. Отлично. Были ли у них такие светлые мысли, как у нас, на основании того, что мы прочли в Новом Завете? Нет. Отлично. Хорошо. Ну, разобрались. Скажите, пожалуйста, а детоводители у них были? Ну, люди, люди, живые люди. Назывались детоводителями. У вас учителя есть? В школе у ваших детей есть учителя? Вас учили учителя? Чему? Чтобы вы приняли Христа? Нет. Ну, ты, смотри. Детоводители иногда чему-то другому могут учителить. И учителя чему-то другому могут учителить. Он проводит параллель с чем? С обычными живыми людьми, которые воспитывали кого? Детей. Послушайте, он берет обычных живых людей, которых приставляли к детям, чтобы они чему-то учили до времени. Он проводит очень простую параллель. Не надо добавлять ничего сюда, кроме того, что здесь написано. Вы если добавляете вот все, что вы из своего христианского опыта уже знаете, прочтя Новый Завет, вы не понимаете, о чем идет речь. Давайте понимать слово немножко проще, приземленнее. Он говорит, послушайте, ребята, вы понимаете, что был детоводитель? Функция детоводителя, она в чем заключалась? Для чего? Всегда существует ключевой вопрос, для чего? Для чего он следил? Где конечная цель? Мои хорошие, должна быть всегда конечная... И кому его передавали дальше? Вы уверены? Спасибо большое. Детоводитель должен был подготовить к самостоятельной жизни. Ну да, а вы это сказали? Ну я понял, что вы со мной согласны, спасибо. Но меня же интересовало, чтобы вы мне это сказали. Конечная цель детоводителя – подготовить к самостоятельной жизни. Родители хотят, чтобы их дети были подготовлены к самостоятельной жизни. Они могут сами готовить человека к самостоятельной жизни, могут брать детоводителя, который будет готовить их к самостоятельной жизни. Но конечная цель – нас, как родителей, подготовить ребенка к самостоятельной жизни. Или наша цель, чтобы он всегда жил с нами. Спасибо. Нет. И послушайте, что бы вы с детьми не делали, их желание покинуть ваш дом. Нормальное желание. Нормальное желание. Вот они после определенного возраста уже начинают мечтать, когда они с вами расстанутся. И будут жить, как это ни странно, отдельно от вас. А ваша задача, чтобы они всю жизнь были прилеплены к вам? Чтобы они всю жизнь были зависимы от вас? Нет. Ваша задача, если вы здраво понимаете все, научить их жить самостоятельно. И процесс воспитания, он выглядит достаточно странным. Вы сначала даете ряд постановлений и законов. Но вы даете их для того, чтобы они чему-то научились? Или просто, чтобы они тупо им следовали? Да. Для того, чтобы они чему-то научились. Чему они могут научиться? Глядя в законы, Деканам не нужно отвечать. Принципом... Попробую бы я теперь не согласиться, конечно. Вот студенты как быстро учатся. Видите, как хорошо. Принципом... 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 Мы даем законы, и из законов пытаемся научить их принципам. Мы говорим, послушайте, не прикасайтесь к розетке. Мы запрещаем детям прикасаться к розеткам? Да. Мы буквально имеем в виду, что вы никогда не имеете права к ним прикасаться? Ага. Вы запрещаете своим детям пользоваться электроприборами? На определенном этапе их развития? Да. Но потом же вы не имели в виду, что всю жизнь ты не можешь сонок подходить к утюгу? Я буду за тебя это всю жизнь делать. Понятно, о чем мы говорим? Мы на определенном этапе даем определенные запреты. Но потом, когда человек способен осознать их, понять, мы через эти запреты знакомим их с принципами. На самом деле, у нас был определенный принцип, на основании которого мы давали эти запреты. Что мы имели в виду, когда мы говорили, не сунь два пальца в розетку? Мы говорили, что будет больно. Ну, что мы имели в виду? Мы знали определенный принцип. И мы говорили это из любви к нашему ребенку. Не ближнему. Ребенку. Итак, что мы имели в виду, когда мы говорили, чем мы руководствовались, когда мы говорили, не трогай утюг? Заботой, любовью, чтобы он себе не повредил чего-то. На самом деле, мы можем увидеть часть запретов, как какое-то безумие. Нельзя это, нельзя это, нельзя это, нельзя это. С другой части мы можем, послушайте, мы выставляем определенные законы, для того, чтобы ребенок находился где? В безопасности. И мы это делаем из чего? Из любви. Мы можем видеть, что ограничена наша свобода. А что-то мне нельзя трогать этого. А что-то вы от меня это закрыли. А что вы мне это не дали? Вы меня не любите. Говорит, нет, мы тебя любим. Но мы хотим, чтобы ты находился где? В безопасности. Закон давал определенные границы безопасности. Находясь в границах закона, ты находился в границах безопасности. И родители, давая и устанавливая определенные запреты, руководствуются тем, чтобы ребенок себе... Не навредил. Но с течением времени вы начинаете его посвящать в то, почему были те или иные запреты, знакомя его с принципами. Если вы руководствуетесь только запретами или законами, не объясняя принципов, ребенок всю жизнь будет зависеть от вас. Потому что он постоянно будет попадать в ситуации, которые будут выходить за рамки тех запретов и законов, которые вы ему дали. Он будет вынужден приходить к вам и говорить, послушайте, а как мне поступать в ситуации, не описанной вами? Это значит, что ребенок не понял принципов. Евреи, которые приходят на сегодняшний день к раввину и говорят, а что является работой? А это является работой? А это не является работой? А как мне здесь поступать? А как мне здесь поступать? А вот возникла ситуация, которая не описана. И тогда раввины говорят, ну хорошо, мы пишем эту ситуацию и эту ситуацию. Появляются правила на правила, закон на закон, постановление на постановление. И люди всегда зависят от тех людей, которые выносят эти, потому что они не знакомы с принципом. А детоводитель знакомил с чем? С принципом. Детоводитель знакомил нас с принципами, подготавливая нас к самостоятельной жизни. И когда мы говорим о том, что период детства закончился, функция детоводителя закончилась, то как мы ни странно понимаем следующие вещи. Мой ребенок, он растет для того, чтобы пришло время под названием каким? Время любви. Мы хотим, чтобы наши дети, они вышли, женились. Дочери вышли замуж. Сыновья женились. То есть мы готовим их к самостоятельной жизни, когда они не отлепятся от нас. И пришло время нового завета. Завета чего? Любви. Завета свободы. Он обручил нас. Мы выросли и стали взрослыми, чтобы он нас обручил себе. Пришло время любви. И закон нас готовил к чему? К этому времени, когда откроется любовь. Понятно, о чем я говорю? Было детское время. Был дан детоводитель, который нас готовил к чему? Взрослой жизни, к понятию того, что такое есть любовь. И Бог есть любовь. И Он хотел нас взрастить в своей любви, к пониманию и принятию любви. И здесь Писание говорит, что закон был детоводителем к Христу. Он взращивал нас для того, чтобы мы могли принять нашего возлюбленного. А Он пришел для того, чтобы мы в нас обручили, взять себе. Понятно немножко? В функциях закона – возрастить нас для самостоятельной жизни. И теперь, когда мы уже возросли, мы не находимся под руководством детоводителя. Мы-то и под руководством родителей не находимся. Почему? Потому что мы должны были отлепиться от них и начать жить самостоятельной жизнью. Но при этом, пользуясь самостоятельной жизнью, теми принципами, которые были даны нам ранее. Это не значит, что когда мы пришли к самостоятельной жизни, оп, делаю что хочу. Беда пришла, значит мы ничему не научились. Это не беспредел. Беда пришло время пользоваться теми принципами, которые были открыты нам. Кем? Детоводителям. Но он говорит, мы не находитесь под руководством детоводителя. Детоводитель не может прийти теперь к вам и сказать, так, я тебе говорю, что делать. Потому что мы читаем, что написано в четвертом лове. Еще скажу, наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба. Хотя, господин и всего, он подчинен попечителям, доправителям до срока отцом назначенного. Он подчинен им до определенного срока. Срока или времени чего? Еще раз. Да. Исправление. Вспоминаем все те же самые местописания и никаких новых. До срока исправления. До срока искупления. Мы были подчинены под руководством кого? Детоводителя. Но когда наступило время, он говорит, теперь вы не подчинены ему. Теперь, когда вы вошли в новый этап вашей жизни, тот, кто раньше имел над вами власть, этой власти, что? Лишился. Он не имеет права. Смешно будет, если он придет в ваш дом, после того, как его функция закончилась, и начнет устанавливать в вашем доме. В твоем паре? Понятно, в чем говорит Павел? Как бы не совсем сложные вещи. И он говорит, еще скажу, да, коли в детстве ничем не отличаешься от раба. Почему ты ничем не отличаешься от раба? Враб имеет свою волю? Нет. У раба есть определенные характеристики. Он не принадлежит себе. Он не имеет своей воли. Господин должен обеспечивать его всем. Да? А раб должен при этом слушаться. Потому что у него нет своей воли. Дети, они находятся на таком же положении. Как и рабы. Они не имеют ничего своего, потому что они принадлежат своим родителям. Они должны находиться в послушании. А родители должны их всем обеспечивать. Но это подобие. Но детям принадлежит наследие того дома, где они живут. То есть они наследники. Они господа, как бы всего. Наступит свое время. В потенциале они господа. Но время еще не наступило. Но потенциально это принадлежит им. Но они находятся в том же состоянии, что и находятся рабы. Они должны слушаться, повиноваться. У них нет своей воли. И за ними должны присматривать и их всем обеспечивать. Он говорит, ребенок, он такой же раб. Хотя, господин, и всего. Он должен находиться в таком состоянии, подчиняясь тем, кто поставлен над ним, хотя в дальнейшем он может быть господином того, кто стоял над ним. Если домоправители, детоводители были рабами отца, потом ребенок, который был подчинен им до времени, становится чем? Их господином. Понятно, да? Есть определенная власть у этих рабов над детьми господина. И этот ребенок, он в свое время может стать господином над этими рабами. Но власть, которую они получили, они получили от кого? От отца. И получили ее на всю жизнь? Да? Внимательно читаем четвертую главу. Второй стих. Навсегда? Дети власти еще не получили. Детоводитель получил на всю жизнь власть до срока отцом назначенного. Заканчивается срок отцом назначенный и заканчивается власть детоводителя. Он становится тем, кем он есть на самом деле. Но он всегда был рабом. Только на время ему была дана власть для достижения определенной цели над детьми отца. И когда он сделал все необходимое, закончился срок, этот раб лишается власти над детьми. Ну, как был рабом, так остается. Понятная параллель. И Павел проводит эту параллель по отношению к чему? К Синайскому закону. Он говорит, Синайский закон был временный. Власть его была временной. И когда закончилось это время, вы, евреи, теперь не находитесь под этой властью. Тем более не находятся под ней галаты. Понятно, да? Тем более не находятся под ней галаты, потому что галаты были не при делах. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить под законом, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, и то Бог послал в сердце вашего Духа своего, вопиющего, а воочию. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын и наследник Божий через Иисуса Христа. Наследник кого? Бога, не наследник Авраама. А наследник кого? Некоторые думают, что здесь написано, что мы стали наследниками Авраама и получили наследие кого? Авраама. А здесь написано чего? Петр, апостол Иисуса Христа, пришествием рассеянным в Понтие, Галате, Каппадоке, Аси, Вифине, избранным. По предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и кроплению крови Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог Отца нашего Господа нашего Иисуса Христа. По великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых купований в живого. К наследству. Вы что? Наследники? Наследник Божий через Иисуса Христа. И Петр говорит, честно, все честно, вы призваны к чему? К наследству. Раз вы наследники, то у вас есть что? Наследство. Авраама, да? А тут написано. Наследство нетленное, чистое, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Наследство прекрасное, оно обладает определенными качествами, нетленное, для начала разговора. Опять, чистое, и хранится для вас где? На небесах. Не на этой земле. Опять, не на этой земле, говорит, ребята, есть у вас наследие, вы к нему призваны, но ваше наследие, извините, на небесах. Ничего подобного на этой земле быть не может. Наследство нетленное, чистое, неувидаемое. Вы покажите мне, что нетленное. Что неувидаемое, что чистое на этой земле. Всегда. А это наследство, оно нетленное, чистое и неувидаемое, и оно хранится в другом месте. Поскольку оно такое, то и место хранения его тоже другое, не на земле, а на небе. И говорит, вы, вы уже наследники Божьи через Иисуса Христа. Вы наследники уже не Авраама, а наследники Божьи. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам? Говорит, товарищи галаты, хотелось бы у вас узнать. Бог вас призвал. Бог через веру вам что-то, что сделал? Открыл. Наступило время, когда вы уже не под руководством кого? Детоводителя. Не под руководством закона. Вы получили, что у нас? Свободу, обещанного духа веры. Настало время избавления, настало время искупления, настало время исправления, настало время свободы. Говорит, кстати, а зачем вам возвращаться во младенчество? Опять порабощая себя заповедем, касающимся до плоти. Говорит, зачем? У вас наследство лучшее, нетленное, хранящееся для вас на небесах. Зачем вам ломиться на эту землю? Ну, логично? Наблюдайте дни, месяцы, времена, годы. Теперь уже у нас к пище, к обрезанию. Появились еще дни, месяцы, времена. Боюсь, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте, как и я, потому что я, как вы, и вы ничем не обидели меня. Знаете, что я, хотя и в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего в плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны? Слушайте, как вам было хорошо? Как вам было хорошо? Свидетельствую о вас, что если бы было возможно, вы бы выисторгли и отчество и отдали мне. Итак, неужели сделался врагом вашим, говоря вам истину? Некоторые пришли и говорят, послушайте, он говорил вам не всю истину. Он говорит, а я был вашим другом, вы так меня приняли, потому что я говорю вам, что истину, неужели теперь я сделался врагом вашим, после того, как я вам открыл истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Вспоминаем обрядовую часть омовения. Что хотят? Чтобы вы слушались. Хотят от вас внешнего повиновения, обрядового повиновения. И он говорит, ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, и доколе не изобразится у вас Христос. Хотел бы я и теперь быть у вас, и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Говорит, послушайте, я вообще не понимаю, что с вами происходит. Я вообще не понимаю, как вы могли в это поверить? Понятно, да? Скажите мне, желающий быть под законом, разве вы не слушаете законов? Он говорит о том, что есть среди вас ребята, которые что? Он говорит, кстати, а вы не хотите услышать то, о чем говорит закон, если вы хотите быть под, за ним. Если вы хотите быть под ним, то вам неплохо знать о том, о чем он говорит. Ну, логично. Он поэтому и недоумевает. Почему? Потому что они хотят быть как бы под законом, но не понимают того, что говорит закон. И он говорит, я не понимаю вас, ребята. Вы хотите вот этого, но понимаете ли вы, чего вы хотите? Пришли те, которые вас наставляют. Пришли те, которые говорят, как вам надо жить, как вам надо поступать. Хотят, чтобы вы были послушны им, ревновали они. Но вы понимаете ли, что от вас хотят на самом деле? Вы слушаете закон? Хотя быть под законом. Вы понимаете, вы слышите закон? Написано, Авраам имел двух сынов. Одну одной от рабы, а другого от свободной. Опять возвращаемся к отцу нашему. Как это ни странно, да? Имел двух сыновей. Сколько мы о них говорили? Опять вспомнили про друг. Ну, уже про остальных мы и не вспоминаем в этом месте. Но, оказывается, их было больше, чем два. Их было восемь. Но, который от рабы, тот рожден был по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Опять возникают вопросы плоти и обетований. Да? Все же просто и легко. В этом есть и насказание. Он говорит, это было, но это было и насказание. Другими словами, что-то Бог в этом хотел нам что? Показать. Он говорит, что же Бог хотел нам показать? Один от горы Синайской, рожденный в рабство, а другой есть, которая есть и гарь. Что-то я не понял. В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть и гарь. Я не понял. Еще раз. Завет от горы какой? Это завет, который заключен был возле горы Синай. Куда он рождал? Рождающий в рабство. Он говорит, послушайте, в этом есть и насказание. Есть агарь, и рожденный от нее по плоти, Измаил, который указывает на самом деле на гору Синай, который находится в Аравии, и который рождал завет, который рождал куда? Рабство. Ой, чего это он? Это же жесть. Это же про Синай. Ну, в начале главы он писал. И что скажу? Наследник доколе в детстве ничем не отличается от кого? От раба. Хотя, господин, он говорит, тот завет рождал вас в рабство, несмотря на то, что вы имели обетование. И здесь он показывает параллель с двух заветов. Вспоминаем. Опять. Агарь, рожденная, дитя была почему? По плоти. Ага. И янскими питьями, касаемых до чего? До плоти был данное время. Пока не наступит время исправления. Пока не явится кто? Христос. Он говорит, посмотрите на обетование второго завета. Был один завет, который рождал в рабство до времени. До какого времени? Отцом? Назначено. Вспоминаем четвертую главу в начале. До времени. Все это было до времени. И в этом истинное сказание. Посмотрите, был завет, рождающий в рабство, но обещан другой завет. Но обещан-то был другой завет. Да? Или не обещан? В этом истинное сказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рожденный в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму. Потому что он с детьми своими в рабстве. А вышний Иерусалим... Что? Свободен. Спасибо. А вышний Иерусалим... Свободен. Он и Матерь всем нам. Ибо написано. Возвеселись неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи, не могучившиеся родами. Потому что оставлено гораздо больше детей, нежели умеющие мужа. Мы, братья, дети обетования по исходу. Слушайте, что говорит Павел? Во-первых, он говорит мы. Кому он говорит? Не евреям. Он говорит галатам. Говорит галатам. Но послание к кому относится? В первую очередь, в галатийской церкви оно не относится к евреям. И тут он вдруг говорит... Мы. Итак, он говорит... Итак, он говорит... Цена это рабство до времени и употребляет... Которые являются господами всего, но до времени находятся на положении рабов. А дальше он говорит... Это для кого все было? Но наступает время исполнения... Для нас, верующих из язычников и евреев. Он говорит... Ибо написано возвеселись, да? Мы, братья, дети обетования по исходу. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Ой. Говорит, ребята, это не вся параллель. Тогда... Были конфликты в семье. Говорит, и сейчас конфликт присутствует. Точно тогда, как и тогда был конфликт, так и сейчас есть конфликт. Между... Ну, вот этими... Ну, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и сейчас. Что говорит Писание? Что говорит Писание? Изгони рабу и сына ее. Ого. Ого. Это какое отношение вообще к Синайскому завету? Закону изгнать. Ну, так тут написано. Что говорит... Кто? Писание. Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном. Свободно. Он говорит, ребята, мы вместе наследниками не будем. Он говорит, ребята, не могут быть два сына вместе, будет наследником только один. Ребенок плотской или ребенок обетования? Ребенок обетования. Он говорит... Я не понял. Ну, ладно. Вы вообще читали, чего там написано? Ну, с чего он начинает? Скажите, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете, что написано в законе? Разве вы не слушаете закона? Разве вы не считали всей этой истории и отношения к ребенку по плоти? И он говорит, послушайте, два не будут наследниками. Наследниками признан только... Итак, братья, мы дети, не рабы, но... Он говорит, извините, мы вот здесь. Ну, вообще, по-моему, слегка жестко. Или не очень? Послушайте, он очень жестко относится к завету Синая, закону Синая. И очень жестко говорит об отношении свободных детей обетования, рожденных в Новом Завете, по отношению тех, кто находится в Синаяском Завете, и отношения к закону Синая. Он говорит, ребята, вы не поняли, время детоводителя закончилось. Он не имеет власти над нами. Мы уже не рабы. Мы уже не находимся в том положении, в котором мы находились раньше. Положение изменилось. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Игу рабства чего? Рождающие куда? В рабство. Говорит, не надо вам подвергаться игу рабства. Если вы пришли вот сюда, не нужно отсюда идти. Говорит, зачем вам эти неприятности? Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы... Что делаете? Опять он за обрезание. Опять Павел за что? За обрезание? Сколько можно об этом обрезании говорить? Да? Опять он за то же самое? Итак, вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезаете, не будет вам никакой пользы от Христа. А еще свидетельствует всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнять весь закон. Вспоминаем опять ту же самую историю про обрезание, которое мы так плотно жевали. С чем отождествляет обрезание верующих из язычек? Итак, еще свидетельствует всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Идет речь об отождествлении через обрезание со всем законом. Здесь понятно, да? Итак, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет сил ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Опять мы возвращаемся к тем же самым мыслям, которые мы разбирали в послании к римлянам. О фундаменте веры, а не о значении обрезания. Помним, да? Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. То есть, это вопрос не в обрезании, а вопрос в чем? В вере. Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы истинны. Он говорит о том, что то, что произошло с вами, называется не покориться истине. Стать под закон, положить фундамент спасения, исполнения закона, это не покоряться истине. Такое убеждение не от призывающего вас. Интересно, от кого-то, да? Догадайтесь. Он говорит, это не от призывающего, причем здесь призывающий написан с большой буквы. Он говорит, есть тот, кто призвал. Призвал меня и призвал вас. И то, что вы слышите, не есть от того, кто вас призвал. Интересно, от кого тогда это? Ну, просто так, теоретически, догадайтесь. От того, кто хочет вас, что? Поработить. Ого. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. И вы помните, чему советовал Павел предать этих людей? Ну, нафиг. Хорошенькое отношение, да? К тем ребятам, которые решили немного прибавить к делу веры. И он спрашивает, за что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Опять вопрос об обрезании. Он говорит, ребята, если бы я проповедовал обрезание, если бы я вас вводил в иудаизм, если бы я ставил вас под закон Моисея, у меня бы не было конфликта с моими братьями евреями. Ибо, по сути дела, нечего было мне предъявить, если бы я проповедовал вам обрезание. Но он говорит, тогда бы соблазн Христа прекратился. О, если бы вы были удалены и возмущающие вас. К свободе призваны вы братья. Опять, смотрите, к свободе призваны вы братья, а не к чему? К рабству от закона. От какого закона? Синайского, который рождал, куда? В рабство. Он говорит, ребята, вы призваны к свободе, вы не призваны к рабству, вы вошли в Новый Завет. Не нужно возвращаться в закон. Только бы свобода ваша не была поводом к увлажнению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Вспоминаем. Правила возникают из чего? Из принципов. Он говорит, ребята, весь закон построен на принципах. В принципе, возлюби Бога и возлюби ближнего. Да? Ну, говорит, весь закон заключается в чем? В любви. Возлюби ближнего. Понятно? Если же друг друга угрызает, и съедает, и берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы будете исполнять, не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что не делайте, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Непонятно, да? Он говорит о том, что если вы следуете не за вашей плотью, а следуете за духом, то вы не будете подпадать под осуждение закона. Если вы в своей жизни будете пользоваться принципами, которые заложены были Всевышним, в закон, то, следуя этим принципам, вы будете нарушать закон? Нет. Но, следуя за вашей плотью, вы будете что делать? Нарушать закон. Если вы в своей жизни будете идти за принципами, открытыми нам в законе, данные Богом, то вы закона нарушать не будете. И если же вы будете следовать за своей плотью, извините, вы будете нарушать закон. Дела будете известны, а не суть. При любодеянии, блуд, нечистота, непотребствия, доложение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царство Божие не наследует. Он говорит, послушайте, в законе было ясно сказано, что это то, что не может быть приемлемо для детей Божьих. Детоводитель учил, так делать нельзя. Мама с папой говорили в детстве, воровать нельзя. Врать нельзя. Есть какие-то вещи, которые делать нельзя. Нельзя. Они исходили из любви к вам. И он говорит, послушайте, желания вашей плоти, они будут не очень хороши. И дальше он перечисляет, но перечень неполный. Если мы будем читать Танах, то мы можем расширить несколько перечень того, что нельзя. И он говорит, что те люди, которые пришли и не читали, в общем-то, Танаха, они могут быть не в курсе того, чего нельзя. Лучше почитать, чтобы было понятно. Потому что некоторые обманывались, несмотря на то, что они были братьями. Говорят, вот какие дела. Плот же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, выдержание. На таковых нет законов. Делайте сколько угодно. Никаких претензий к вам. Ни с какой стороны не будет. Но те, которые Христовы, распаяли плот со страстями и похотями. Если же мы Духом живем, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Понятно, да? Здесь уже наступает простая, достаточно простая часть нашего практичного хождения перед Богом. Которая говорит о второй части нашего поведения. Если первая часть касалась основополагающих понятий, под что мы не должны становиться, с чем мы не должны себя отождествлять, что мы не должны полагать в основании нашего спасения, то теперь наступает вторая часть. Он говорит, если вы положили в основании вашего спасения веру, то есть некоторые вещи, как вы теперь должны поступать, и как вы поступать не должны. Разница. Сначала шла речь об основании, которое мы полагаем для нашего спасения. Это только вера. Он говорит, если с верой мы разобрались, если все теперь пришло в норму, если вы поняли, что мы не основываемся на делах закона, теперь мы приходим к стадии номер два. Как же мы должны себя вести? Понятно, да? Разобравшись с одной частью, он приводит в порядок следующую часть, которая была не совсем приведена в порядок у галатов. Несмотря на то, что их некоторые учили становиться под закон, были еще и те, которые обманывались и нарушали закон самым бы стыдным образом. Понятно, да? Братья, если впадает человек в какое-то согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушаемым. Носите времена друг друга и таким образом исполняйте закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщается на себя. Каждый доиспытывает свое дело, и когда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляем мы словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Курс назывался у нас «Желание расстаться с чем-либо». Достаточно подробно разбирали это местописание. Так что, если будет желание, посмотрите. Опять, практическое руководство к нормальной повседневной жизни. Сеющих плоть свою пожнет от тления, а сеющих дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не умываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверить. Видите, как много написал я вам своей рукой. Желающие хвалиться в плоти принуждают вас обрезываться, только для того, чтобы не быть гнимыми за крест Христов. Опять, он говорит о тех, кто пришли добавлять к Евангелию часть, называемую обрезанием, чтобы не было конфликта, чтобы их что? Не гнали. Павел говорит, меня будут, а они хотят, чтобы их что? Не гнали. Ибо и сами обрезывающие не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезались, дабы похвалиться вашей плоти. А я не желаю хвалиться. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание. А новая тварь, тем, которая поступает по всему правилу, мир и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не огощай меня, ибо я ношу язву Господа Иисуса Христа на теле мое. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья. Вот такое, так сказать, послание Галатам. Для верующих Нового Завета достаточно важная часть, показывающая место, которое имел Синайский Завет и Синайский Закон, который неотделим от Синайского Завета. Понятно, да? Что ложится в основании нашей веры? Думаю, здесь мы ответили на многие вопросы относительно обрезания, и относительно кашута, и относительно благодати, и веры, которая лежит в основании нашего спасения. Ну, если у вас вопросов нету, или есть? Вопросы есть? Здесь есть достаточно большая часть практическая, которая заключена там в пятой, в шестой главе по нашему каждодневному ухождению перед Богом, которая не отменяет тех вещей, которые мы должны делать, а наоборот разъясняет нам, и где нам их искать, и смотреть, что мы должны заглядывать в тонах для того, чтобы все это увидеть. То есть, наша вера, основание, которое положено для нашего спасения, не отменяет некоторых поступков, которые мы должны совершать и не совершать. Все становится на своих местах. Здесь шла речь только о основании спасения в вере. О чем апостол Павел достаточно подробно писал и в послании к римлянам, которое мы параллельно, в общем-то, разбираем.